Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Скорая приедет скорее. Служба 03 получила новые автомобили. Горячая линия для тех, кому холодно. Минстрой принимает жалобы по началу отопительного сезона. Один белый, другой серый. Налоговики проверяют трудовые договоры с работниками частных предприятий. 17 вопросов рассмотрели сегодня на заседании правительства Чуваши. Один из основных о деятельности жилищной инспекции Чуваши в прошлом году. Основная работа, которую вела госжилинспекция в прошлом году – лицензирование управляющих компаний. В январе 2015 года в Чувашской республике процедура лицензирования управляющих организаций началась с приема квалификационного экзамена у руководителей управляющих компаний. Затем в установленный срок до 1 апреля 2015 года в инспекцию с заявлением о предоставлении лицензии обратилось 147 управляющих организаций. Не подали заявление на лицензирование и добровольно ушли с рынка 18 управляющих организаций. Всего в 2015 году у лицензионной комиссии принято решение о предоставлении лицензии 161 управляющей организации, отказанной 20 управляющим организациям. Но часть из них потом повторно заявились уже. Сейчас к тем, кто повторно заявился, пристальное внимание, Особенно в той части, где были выявлены нарушения. Кроме того, госжилинспекция ведет мониторинг технического состояния многоквартирных домов в рамках программы капремонта. Нововведения появятся в законодательных актах, ограничивающих продажу алкогольной продукции. Речь идет о так называемых разливайках, которые расположены в жилых домах. С 1 декабря вступают в силу эти ограничения. То есть все объекты, которые находятся в жилых домах, имение 100 квадратных метров, они попадают под ограничение продажи алкогольной продукции. 100 квадратов это в городских поселениях и 75 квадратов это в сельских поселениях. Плюс в практике сталкиваемся с тем, что закусочные, забегалки эти переименовываются в кафе. Там у нас кафе и ресторан не попадают под эти ограничения. И соответственно мы ввели тоже требования к выполнению ГОСТа по услугам общественного питания и предприятиям общественного питания. В части наличия определенного количества столов, стольев. Поэтому под это ограничение попадет порядка 60 торговых объектов. Из них 50 это вот эти наливайки и 10 это нормальные объекты, которые в течение ближайшего времени они переориентируются. По просьбе, по предложению жителей тех или иных микрорайонов, соответственно, где рядом расположены общеобразовательные школы, учреждения социальной сферы. И на самом деле, где круглосуточный режим работы, они не дают людям спокойно спать. Поэтому квадратный метр жестко установлено, надо отслеживать. Одно дело мы документ принимаем, другое дело, как право применительной практики все это реализовать. Каждую букву данного нормативно-правового документа. Эта задача уже ваша, задача органов местного самоуправления, рассчитывая на вас, что вы справитесь. Михаил Игнатьев также поручил Министерству экономического развития внимательно отнестись к тем предпринимателям, чей бизнес может косвенно пострадать от принятия таких изменений. Также Кабинет Министров рассмотрел проект постановления об утверждении норматива расхода тепловой энергии. Рост плата за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем по Чувашии предполагается установить в размере 5,2%. В отдельных муниципальных образованиях с учетом величины отклонения от указанных индексов в 7,5%. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня глава Республики Михаил Игнатьев освободил от занимаемой должности министра природных ресурсов и экологии Сергея Павлова. Он стал депутатом Государственного совета Чувашии 6-го созыва. И сегодня же исполняющим обязанности министра назначен Александр Коршунов. С ним Михаил Игнатьев встретился перед началом заседания правительства Чувашии. Александр Коршунов до сегодняшнего дня руководил Государственным центром агрохимической службы, работал в Министерстве стельского хозяйства Чувашии. У вас есть стержень. Всегда ответственно подходите к выполнению своих функциональных обязанностей. И в принципе полагаю, что вы справитесь с теми компетенциями, которые возложены в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской республики. С вашей помощью будем работать. Хочется пожелать успешной результативной работы на благо Чувашии. Сегодня же Михаил Игнатьев освободил от должностей руководителя госслужбы по конкурентной политике и тарифам Альбину Егорову и уполномоченного по правам ребенка Вячеслава Рафинова в связи с избранием в Госсовет. Исполняющий обязанности руководителя госслужбы по конкурентной политике и тарифам назначена Марина Кадилова. Юрию Кручинину предложено совмещать две должности – уполномоченного по правам человека и по правам ребенка. Очередной совместный рейд по обнаружению теневой зарплаты на предприятиях и в организациях республики провели сотрудники налоговых органов и прокуратуры. Сегодня они проверили деятельность двух работодателей в Цивильском районе. В текущем году за 8 месяцев налоговые органы проверили более 2000 налогоплательщиков. Самая часто используемая схема, когда недбросовестный работодатель предоставляет сведения о неправдоподобной низкой зарплате. Либо не заключается работникам официальный трудовой договор. В 70% случаев нарушения законодательства подтвердились, а бизнесмены вынуждены были устранить их. В результате проведенной работы 630 работодателей заключили трудовые договора со своими работниками, либо повысили заработную плату своим работникам, то есть легализовали налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 70 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В ходе сегодняшнего рейда в Цивильске были проверены автомойка и авторемонтная мастерская с магазином. На момент обследования работают два человека. Трудовые договора отсутствуют. На момент работы, на момент проверки, например, два-три дня человек только что взяли, не успели еще оформить, но это все стадия оформления. В этом случае работодатель обещал в ближайшее время исправить все допущенные нарушения. Во втором случае проверка прошла без хозяина автомойки. На все вопросы отвечал нанятый работник. Недавно начал работать. С вторым работником? Я даже не знаю, не аттестовался. А, вы тоже не в курсе? Я не в курсе. А когда вам обещали трудовой договор оформить? На днях. Ну, я не разговаривал, но обещали. А когда работаете? С какого времени примерно? Где-то месяц может быть. Месяц уже работаете? Да, где-то. Пока нет трудовой договора? Пока нет. Обнаружено, что работодатели у нас не заключают трудовые отношения с работниками. Соответственно, мы рекомендуем в ближайшее время данным работодателям заключить трудовые отношения с работниками, представить расчеты 6 НДФЛ налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц в качестве налогового агента. Все же в первую очередь в этих случаях страдает сам работник. Суммы серой зарплаты не будут участвовать в формировании пенсии. Возможность получить налоговые вычеты за приобретение жилья, обучение, медицинские услуги, взять кредит, будет ограничена официальной заработной платой. Кроме того, необходимо помнить, все выплаты социального характера начисляются только на основании белой зарплаты. Родион Архипов, Сергей Айдушкин, Республика. Продолжается модернизация автопарка службы скорой помощи Чуваши. Сегодня ключи от новых автомобилей получили 10 бригад, обслуживающих 3 района республики – Чебоксара и Новочебоксарск. Два года назад автопарк службы скорой помощи насчитывал чуть больше 240 машин. Причем все они выработали свой ресурс на 98%. С апреля 2014 началась модернизация автопарка, и первые 39 автомобилей получили бригады Чебоксара и Новочебоксарска. Всего же обновили 77 машин, и это помогло сократить время ожидания скорой помощи. Я благодарен всем водителям, всем медработникам, которые ездят каждый день на этих автомашинах, что практически в среднем, если взять, около 13 минут получается. Это статистики, это нормативы, единая диспетчерская служба, все это работает по системе ГЛОНАСС. Это очень важно, очень значимо для нас. Я думаю, что мы будем стараться сделать все, для того, чтобы жалоб и нареканий на нашу работу не было. Я верю в своих коллег. Новые автомобили оснащены, по последнему слову, медицинской техникой. Причем все оборудование, отечественное производство и очень удобное в обращении. Вообще эти кареты скорой помощи более эргономичны, чем их предшественницы. И вибраций меньше, и шума меньше, как-то удобнее будет с больными обслуживать, и теплее. Эта машина более удобная по сравнению со старыми. Все под рукой. Видите, вот эти полочки, они под рукой. И там эта аппаратура у нас. Сегодня к нам в Ресублику поступает 12 автомобилей на базе «Газель» и один автомобиль на базе «Форд» класса «С». 12 автомобилей – это класс «Б». Автомобили в основном будут работать в сельской местности. Это очень важно, чтобы не только городские жители, но и жители села у нас могли получить качественную скорую медицинскую помощь. Сегодня новые автомобили получили бригады, обслуживающие население Чебоксарского, Красночитайского и Порецкого районов и бригады психиатрической помощи Чебоксара-Ново-Чебоксарска. До конца этого года в скорую поступят еще несколько автомобилей. И тогда обеспеченность спецтранспортом составит 97%. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Нынешний отопительный сезон стартовал уже в сентябре. Первыми тепло должны были получить детские сады и больницы, затем все остальные. Какова реальная картина на данный момент, вы сняли представителями строчу вашей и столичной администрации на горячей линии. Горячая телефонная линия. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Более 50 звонков за 120 минут. В приемной президента Российской Федерации было жарко. А почему не включают? Во всем городе включили, а у нас что? Сегодня уже 28-е. Тепло подается постепенно. Мы сами знаем, да, система очень большая, инерционная. В первую очередь мы подключили потребителей социальной сферы. Сейчас пришли подачи тепла в жилые дома. Несколько звонков поступило от жителей дома в осень по улице Афламаса в столице республики. Уже полтора месяца они не могут переехать в новые квартиры с индивидуальным отоплением. Застройщик дом сдал, а газ не провел. Застройщик при сдаче дома в эксплуатацию должен был все коммуникации подключить. Но, к сожалению, у вас такая ситуация есть и возникла. Со своей стороны, что могу сказать? Можем, будем связываться с руководством устро и настаивать, чтобы они в скорейшем, в ближайшем времени приняли меры и подключили дом к газу. Некоторые вопросы касались учреждения образования. В детском саду деревни Большие Карачура отопления нет до сих пор. Родители неоднократно обращались во всевозможные инстанции. Оказывается, заведующая не подготовила необходимые документы для подачи газа в котельную. Сегодня будем заключать временный договор, потому что нет основополагающих документов для подачи газа. С утра опять разговаривала с Чебоксарским районом, после горячей линии опять буду разговаривать. Пробьем этот вопрос. Проблемы с подачей тепла выявили и в Ново-Чебоксарске. Холодные батареи в детском саду номер 14 и школе номер 12. Представители ведомств обещали разобраться с этим вопросом как можно скорее. Что касается жилых домов, то их начали подключать в городе спутники вчера в плановом режиме. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Министерство сельского хозяйства России подвело итоги всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия». Наш коллега Владимир Егоров, автор цикла радиопрограмм «Из села в село» на национальном радио Чувашии, стал победителем в номинации за лучшее освещение развития малого предпринимательства и кооперации на селе среди 600 с лишним коллег. В литературном музее имени Константина Иванова состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Юрия Вирьяла. Писатели, композиторы и школьники почтили память известного чувашского поэта-песенника. Юрий Вирьял родился в 1936 году в Красноармейском районе. Окончил педагогический институт имени Яковлева и литературный институт имени Горького. Первое стихотворение «Герой Мересьев» было опубликовано в журнале «Елаф» в 1949 году. Тематика творчества поэта самая разнообразная. Многие произведения он посвятил Великой Отечественной войне. Стихи регулярно печатались на страницах республиканских газет и журналов, издавались отдельными сборниками. В Москве и Санкт-Петербурге выпущены более 20 грамм пластинок с песнями чувашских композиторов на слова Вирьяла. Несмотря на занятость, он много времени посвящал своим детям. Наш отец воспитывал нас добрыми, отзывчивыми, привел нам творчество, читал стихи нам, свои постоянно пели песни, играли в различные обучающие игры. И это творчество, наверное, передалось все равно и мне, и брату, я так считаю. Дочь поэта рассказала и о гостеприимности отца. Часто в дом приходили известные люди чуваши – писатели, поэты, артисты. Еще он любил заниматься спортом. Каждые выходные несколько часов катался на лыжах вместе с семьей. Вдохновлялся природой. Но когда к поэту приходила муза, он отрешался от повседневной суеты. Сочинял стихи, свободное время, по ночам, я помню. Мог вообще сеть за стол, не выходить за стола там несколько дней. То есть не было там и утра, и дня, и ночи. Вот процесс когда шел, я вот так, я теперь, я сейчас понимаю, вот, воротверт. Поэт ушел из жизни в 1993 году, оставив бесценное наследие жителям нашей страны. Татьяна Филатова, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сразу после информационного выпуска «Республика» и информации о погоде смотрите интервью по существу. Гость студии, кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Спиридонов расскажет о своих киноработах и наградах, которые они получили. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального. Сергей Винничев, Ваши. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова